вот для меня этот корм новинка корм отличного качества мелкий состав тоже шикарный все необходимое есть это корм для лесных птиц фирма adel pet все необходимое тут есть рапс рапс такой мелкий семечко мелкое по сравнению с риву риву конечно это корм очень плохой конречное семя рапс чертополох пайза овсянка просто желтые просто черные просто белые написано про прошу но его там не видно но мелко это другое совершенно просто здесь подсолнечник софлор семена луговых трав а белгруппу т.д. оделгрупп.ру смотрите там на сайте отличный корм ребята вот я вам советую недорогой корм на официальном сайте отдел групп лтд или как он там он до по 50 рублей но он для оптовиков для меня это новинка раньше такой корм не видел я взял его два килограмма вот этот корм этот корм это разнотравья тоже хороший мелкий корм луговой разнотравья отличающий корм отличный вообще я вот уже взял два килограмма та же самая фирма щегли снегирири полу чижи корм для птиц луговое разнотравья адрес тот же самый та же самая организация фирма но для меня это новинка говорят а я корм уже летом вышел здесь луговые травы ладно тут я в описании все оставил состав в предыдущем ролике хороший корм ну и как всегда мой любимый корм это вот этот корм килограммовые пакеты для европейских финчей состав хороший вообще обалденный я такого корма взял 5 килограмм один пакет уже распаковал килограмм получается 200 рублей так он 275 но черная пятница скидка я на этом сайте беру его постоянно на таких кормах у меня красношапочные вертик живут и перепевают ну вот полынь горькой травы я беру в пакетиках здесь они как бы в чайных пакетах но это пакет рассыпной и вот этот пакет полностью я высыпаю в замешанные корма во первых корм и пахнет приятней и в нем не заводится всякая моль недавно один знакомый сказал что у него в корме какие-то мошки стали появляться добавляйте туда полы крапиву я думаю что корм будет у вас в отличном состоянии и вот приобрел эта смесь гомарус дафния гомарус стеклоп 100 миллилитров я тоже в отдельной кормушке это все рассыпаю вот сегодня первый раз насыпал так ковыряются пробуют хотя это полезная вещь для птиц также у меня в клетке обязательно находится маленькая кормушка с сахаром с солью ну вот и с дафния стеклопом с этим птица постоянно соль пробует она необходима переедать она и не будет как многие говорят соль это вредно сахар это вредно канарейка вообще называют сахарной птицей не содержите птиц на одних семечках конопле это очень плохо птица долго у вас не проживет и линяет будет плохо и для организма это плохо кормите разнообразными травами и хорошим кормом и содержите желательно не при лампочках дневного освещения а чтобы освещение было природное и не надо много птиц содержать если у вас нет возможности некоторые содержат я недавно ролик видел парень содержит в подвале при дневном освещении вот лампочки дневного освещения птица создана для солнца для природы для воздуха для передвижения и в маленьких клетках тоже не надо птиц содержать если нет возможности но заведите несколько птиц зачем в одну маленькую клетку запускаете по 5-6 птиц у меня даже слов не это как многие люди содержат клетки загажены все в помете ничего не чистится месяцами годами ужас просто любите своих питомцев как себя вот вы любите как вы сами кушаете вот и сами себе представьте на месте питомца щегол летал километр на матовом а тут его берут и сажать в клетку 20 сантиметров на 20 сантиметров это вам не канарейка которая родилась в природе ой в домашних условиях привыкшие к этому нельзя дикую птицу содержать в маленьких клетках но это и его берег негуманно да и для птицы это плохо не будет она вас радовать ну все спасибо может в следующий раз еще что-то расскажу до свидания до свидания